Далеко-далеко, скрыто в глубинах космоса, планеты настолько удивительные, что их описания нет даже в научной фантастики. Впервые в истории ученые открывают чужие миры за пределами Солнечной системы. Пространство, где лед горячий, а дожди железные. Их нет на карте. Они загадочны и не подсказывают. Ученые стремятся к величайшему открытию. Найти спрятанные где-то среди неведомых миров планеты, похожие на нашу. Чужие миры. 6 марта 2009 года. Идет финальная предполетная проверка ракеты-носителя «Дельта-2». Это начало чрезвычайно претенциозной миссии. Космическая обсерватория Кеплер охотится за подобными землепланетами в области, охватывающей 100 тысяч звезд. Это кульминация путешествия, которое началось более десяти лет назад с одного из самых серьезных научных открытий. В 1995 году швейцарский астроном Мишель Майор с группой ученых ведут обычное наблюдение за звездами в созвездии Пегаса, расположенном в 50 световых годах. Но приборы показывают нечто необычное. Одна звезда сильно качается и колеблется. Мы обнаружили, что скорость одной из этих звезд изменяется со временем. Что же обладает достаточной мощью, чтобы потревожить звезду размером с наше Солнце? Майор предлагает радикальный ответ. Планета. Но планет, вокруг другой, похожей на Солнце звезды, раньше никто не видел. Сложность обнаружения планет близь других звезд состоит в том, что при обращении планеты вокруг ближайшей звезды она теряется. Из-за незначительности ее света в сиянии очень яркой звезды. Несмотря на сложности, Майор доверяет полученным данным и убежден, что колебания вызваны гравитационным притяжением обращающейся планеты. Я очень скептично отнесся к этому заявлению Мишеля Майора. Было множество ложных заявлений об обнаружении первой планеты близь другой звезды, и я подумал, о боже, опять. Я решил понаблюдать за звездой в течение четырех ночей подряд и был поражен. Звезда колебалась именно так, как говорил Мишель Майор. Мишель Майор и его коллега Дидье Келотс объявляют о своем открытии. Оно потрясает научное сообщество. Впервые в истории они нашли повторимое подтверждаемое доказательство существования планеты, обращающейся вокруг похожей на Солнце, которую ученые называют горячим Юпитером. Посетите Гавайи и посмотрите на текущую лаву. Также жарко и на горячем Юпитере. Очень жарко. Земля находится на комфортном расстоянии в 93 миллиона миль, или 150 миллионов километров от Солнца. Горячие Юпитеры примерно в 100 раз ближе, поэтому их достигает в 10 тысяч раз больше света. Представим, что это звезда, а это горячий Юпитер. Горячий Юпитер удален от звезды на расстоянии трех-четырех ее диаметров. То есть один, два, три. Вот на таком расстоянии от звезды находится горячий Юпитер. Горячие Юпитеры находятся под приливным воздействием звезды. Они всегда повернуты к звезде одной стороной, как Луна к Земле. На одной стороне всегда будет день, а на другой ночь. Если бы я застрял на горячем Юпитере, то хотел бы оказаться на обратной стороне и надеяться, что туда доберется немного тепла со стороны обращенной к звезде. Из-за разницы температур в атмосфере Беллерафонта очень ветрено. Ветер дует со скоростью в тысячи километров в час. Такому люди никогда не смогут противостоять. Пылающая жара — гарантия того, что водяной пар не может существовать. Но это не значит, что не бывает дождей. Здесь слишком жарко для формирования облаков из воды или жидкости, но облака могут состоять из железа. Пары железа могут существовать при намного более высоких температурах, чем вода. Вследствие этого все становится немного грязным. Зонтик должен быть довольно прочным, потому что он очень быстро покроется железом, станет чрезвычайно тяжелым и просто сломается. Небо над головой наполнено цветной пляшущей завесой. Благодаря заряженным частицам от находящейся неподалеку звезда, и рассвет становится удивительнее земного полярного сияния. У этого недавно открытого мира есть еще одна уникальная особенность. Белерафонт совершает стремительный оборот вокруг своего Солнца за 4,2 дня. Ни одна уважающая себя планета не совершает оборот вокруг звезды за 4,2 дня. Ни одна из планет нашей Солнечной системы не делает этого за такое короткое время. Эта крошечная орбита ставит под сомнение давнее представление ученых о том, как формируются планеты. Оборот планеты вокруг звезды за 4 дня был абсолютной загадкой, но однажды я проснулся среди ночи и сказал, должно быть это доказательство того, что планеты смещаются к центру. Они не остаются на одном месте. Ответ на эту загадку лежит в процессе формирования планет. Планеты — это побочный продукт формирования звезды. Когда формируется звезда, вокруг образуются диски с пыли и обломков, и из этих обломков формируются планеты. Источником большинства наших знаний стал космический телескоп «Хаббл», особенно когда он нацелен на такие районы, как «Туманность Орла». Это межзвездное облако усыпано сталкивающимися газопылевыми дисками. В центре каждого диска разрастается гигантский ком. Температуры достигают пекла в 10 миллионов градусов по Цельсию. Высвобождается энергия такого же ядерного синтеза, который дает энергию нашему Солнцу. Рождается звезда. Исходящее от звезды излучение создает звездный ветер, который уносит остатки пыли и обломков. Часть пыли сохраняется и остается на орбите вокруг новорожденной звезды. В течение миллионов лет пыль собирается в узлы, которые разрастаются до астероидов, а затем — до планет. Эти планеты движутся по диску до выхода на устойчивую орбиту. Поэтому у Беллера-Понта близок к родительской звезде. Но один недавно обнаруженный мир вышел на устойчивую орбиту там, куда не стоит попадать ни одной планете. 2001 год. Космический телескоп «Хаббл» нацелен на тусклую звезду, находящуюся на расстоянии примерно в 150 световых лет от Земли в созвездии Пегаса. В этом же районе шесть лет назад был обнаружен Беллерафонт. «Хаббл» следит за другим горячим Юпитером, обнаруженным Джеффом Марси. Однако эта планета отличается от Беллерафонта. Наверное, вы слышали о планете HD2009458b. Ужасное имя. Ужасное имя для ужасного места. Некоторые называют HD2009458b «Осирис» в честь египетского богосмертия. Масса Осириса превышает земную более чем в 200 раз. Он придвинулся опасно близко к своему Солнцу. Осирис расположен всего лишь в 6,5 миллионах километров от пылающей солнечной поверхности. Он горит в планетарном аду. Средняя дневная температура на Осирисе превышает тысячу градусов по Цельсию. Забудьте о глобальном потеплении. Это глобальное поджаривание, из-за которого по расчетам Осирис теряет 500 тысяч кубических тонн воздуха в секунду. Утечка газа, устойчивый поток водорода и гелия образует вокруг планеты огромное облако. Атмосфера вытекает в космос. Ученые предполагают, что за планетой на тысячи километров спиралью тянется колоссальный газовый след. Осирис представляет астрономам беспрецедентную возможность. С помощью телескопа Хаббл они анализируют раздутую атмосферу чужой планеты. Впервые в истории мы можем судить о составе атмосферы планеты вне Солнечной системы. Хаббл обнаружил на удивление много базовых химических элементов, необходимых для жизни. Натрий, углерод, водород и кислород. Но, насколько нам известно, на Осирисе слишком жарко для жизни. Однако могут существовать и другие формы жизни, которые процветают в условиях высоких температур. Но на горячем Юпитере нет известных нам твердых поверхностей, поэтому эти формы жизни были бы не просто летающими в аэрозоле крошечными маленькими микробами. На Земле есть живые организмы, летающие в атмосфере, но эта форма жизни зародилась не в атмосфере. Поэтому почти наверняка жизнь на горячих Юпитерах не существует. После открытия Белерафонта в 1995 году астрономы обнаружили множество горячих Юпитеров. Однако условия в этих мирах исключают их из списка мест, где может разыграться драма жизни. Но один из этих газовых гигантов это планета, которая ставит под сомнение законы эволюции. Астроном Джефф Марси обнаружил нечто шокирующее в планете, обращающейся вокруг звезды с названием 16 Лебедя-Б, со звездей Лебедя, расположенном примерно в 70 световых годах. Было очевидно, что орбита планеты вытянута, и планета то приближается, то удаляется от звезды. И, конечно, это шло вразрез с нашими ожиданиями, основанными на знаниях о нашей Солнечной системе, где все планеты обращаются вокруг Солнца по практически круглым орбитам, похожим на музыкальные дорожки на пластинке. Как гигантская игрушка Йо-Йо в космосе, этот газовый гигант носится туда-сюда по своей Солнечной системе. Как если бы Земля каждый год проносилась 25 миллионов миль, а это более 40 миллионов километров в сторону Солнца, а затем оставляя позади Марс за Юпитер. Как и все газовые гиганты в нашей Солнечной системе, эту планету Йо-Йо вероятно сопровождает свитые спутников. Марси предполагает, что один из этих спутников может быть похож на Землю. Здесь начинается самое интересное. Представьте, каменистый спутник с озерами, океанами, а может быть, ручьями и водопадами на поверхности. Спутник на орбите этой планеты, и вместе они обращаются вокруг своей звезды. В отличие от околоземной Луны, на которой нет атмосферы, этот спутник представляет собой мир крайних сезонных изменений. на Земле смена времен года происходит из-за наклона планеты. Здесь из-за вытянутой орбиты. Бедные планеты на вытянутых электрических орбитах подвергаются ужасным климатическим изменениям в течение года. При максимальном сближении звезда обжигает планету Йо-Йо и спутник. Начинается лето. Мощные бури сотрясают атмосферу землеподобного спутника. Земные ураганы пятой категории всего лишь крошечные воронки по сравнению с формирующимися там чудовищными водоворотами. Вода испаряется и уплотняются облака. Температура сильно повышается. Вода или газ нагреваются, а океаны буквально выкипают, и получается большая паровая баня. В разгар лета весь спутник тлеет при температуре более 400 градусов по Цельсию. Это максимальное сближение со звездой. Оборот вокруг Солнца планета совершает за 26 месяцев, а лето длится всего два месяца. Но какое это время планеты со своим спутником направляются в сторону от звезды. Температура падает до умеренного и комфортного для нас уровня. С наступлением осени на испепеленный и выжженный спутник возвращаются дожди. Сухие океанические бассейны наполняются водой, уровень моря поднимается и формируются новые береговые линии. Планета Йо-Йо и ее спутник впадают в глубокую зимнюю заморозку и наступает царство покоя. Теперь более чем в 320 миллионах километров от звезды небо не светлеет даже днем. Температуры колеблются около отметки в минус 160 градусов по Цельсию. Долгая зима длится 17 месяцев. С приходом весны в небе несчастного спутника Солнце принимает угрожающие размеры, льды начинают трескаться и бурно таять. Громады айсбергов срываются в быстро поднимающиеся воды штормового океана. В эти два бесценных коротких периода во время весеннего потепления и осенних дождей климат этого землеподобного спутника становится приятным и комфортным. На расстоянии в 150 миллионов километров от звезды, примерно равном расстоянию между Землей и Солнцем, эллиптическая орбита этой планеты и ее спутника пересекает зону около звезды, которую ученые называют зоной обитаемости. Здесь самые подходящие условия для жизни. Слишком близко к звезде, становится слишком жарко. При удалении на слишком большое расстояние слишком холодно, все покрывается льдом. А точно в середине оптимальные условия. У каждой звезды есть зона обитаемости. Местоположение этой зоны зависит от размера и температуры звезды. В нашей Солнечной системе внутренняя граница отмечена Венерой, а на внешней находится Марс. Земля с ее многообразием жизни расположена точно посередине. Планета Йо-Йо проходит через зону обитаемости два раза в год. Три с половиной месяца весной, когда мчится внутри системы, и затем три с половиной месяца осенью, возвращаясь в холодные районы космоса. Возможно ли жизнь в условиях вне зоны обитаемости? Возможно, формы жизни достаточно сообразительные, чтобы впадать в спячку, как делают зимоземные животные. Если это кажется фантастикой, то расскажу о приливно-отливных зонах на Земле, в которых жизнь, конечно же, процветает у береговой линии, несмотря на приливы и отливы. Восходящая вода покрывает многие живые организмы, и при отступлении воды во время отлива эти виды прекрасно выживают. В необычном цикле, созданном орбитой планеты Йо-Йо, на короткое время возникают условия, подходящие для жизни, а также для смерти. Некоторые чужие планеты еще более причудливы. Представьте мир, рядом с которым нет звезды. Ученые предполагают, что в нашей галактике множество планет-бродяг, дрейфующих по темным дорожкам межзвездного пространства. Осиротевшие миры планеты, изгнанные из солнечных систем в хаосе планетарных перемещений. Астрономы называют эти миры планемо. Планемо это планеты без звезды. Они бесконечно дрейфуют по галактике. Под воздействием какой мощной силы планета может вылететь из солнечной системы. Когда формируется молодая звезда и состав планет, многие из планет находятся в гравитационном взаимодействии друг с другом. Они дергают друг друга, толкают друг друга, и одна из них вытесняется из солнечной системы. Можно сказать, другие проголосовали за ее изгнание. Если бы вы оказались неудачливым жителем планеты, вытолкнутой из-за столкновения или сильного сближения с другим крупным объектом, то, вероятно, вы бы быстро переехали из зоны обитаемости. В нашей галактике Млечный Путь сотни миллиардов таких потерянных, заблудших, странствующих планет, и ни одна звезда их не обогреет. Никогда. Холодные, темные и безмолвные. У планема нет солнца, поэтому в этом мире нет смены дней или лет. они бодрствуют в вечной ночи. Планема это одинокие скитальцы, стражи галактики. Но тот факт, что планема дрейфуют в космосе, не значит, что эти миры мертвы. Планема это каменистый мир, и на нем вполне может существовать жизнь. Небольшой каменистый планема без атмосферы покоится в чрезвычайном холоде. Там намного холоднее, чем на нашем Южном полюсе в самый морозный день. Но достаточно крупный планема, на котором сохранилась атмосфера, удерживает тепло, образовавшееся при формировании планеты. Элементарный парниковый эффект. глубоко из расплавленного ядра одинокой планеты поднимаются тепло и энергия. Если планема представляет собой газовый гигант, как Юпитер, то у него может быть система спутников. Сила притяжения между планемой и его спутниками создает трение. Вследствие этого в глубине спутники сохраняют тепло. На этих спутниках также может существовать жизнь. Ведь на спутнике Юпитера и его есть вулканы и большое количество тепла, производимого при взаимодействии с Юпитером и другими спутниками. Если там существует жизнь, то это не сложные организмы, а одноклеточные, похожие на простые земные бактерии. Без Солнца, обеспечивающего фотосинтез, эти крошечные организмы извлекают энергию из химических элементов в почве планема или его спутника. Подобные условия существуют и на Земле. В глубине угольных шахт Южной Африки обнаружены колонии бактерий. У них нет доступа к кислороду или свету. Они выживают исключительно благодаря химическим элементам, которые извлекают из окружающей почвы. У них чрезвычайно медленный метаболизм и размножаются они раз в тысячу лет. Если на бессолнечном плане мы существуем, то возможно это именно такие организмы, оказавшиеся в безвыходной ситуации, когда планета была молодой. ничто не сравнится со странной аномалией пульсара примерно в 980 световых годах от Земли в созвездии Девы. Издалека пульсар выглядит как мерцающая звезда, но вблизи он обстреливает окружение очередями смертельной радиации. Здесь не место планетам, но все же что-то нарушает четкость этого пульсара. Одно из объяснений этой аномалии наличие планеты. Многие астрономы скептически относятся к существованию планет на орбите пульсаров. Причина такого отношения в том, что пульсар формируется в невероятных размерах взрыве. При взрыве красного гиганта из колоссального болида именуемого сверхновой выделяется столько энергии, сколько наше Солнце выделяет за все свое существование. При появлении сверхновой возникает настолько колоссальная взрывная волна, что очень трудно представить планету, способную ее пережить. Когда космическая пыль рассеивается, остается только разрушенное ядро красного гиганта, которое пульсирует в центре расширяющегося поля обломков. Разбросанная колоссальным взрывом материя стремится назад к пульсару и формирует диск. В этом хаосе возникает новый мир, рожденный в пламени и разрушении, планетарные зомби, восставшие из обломков бывшего красного гиганта. Поразительно, что в такой обстановке могут формироваться планеты. На обращающейся вокруг пульсара планете возникнет чувство, будто вы на дискотеке с очень мощным стробоскопом, которым и является пульсар. Необходимые для жизни молекулы разрушаются под действием излучения этого звездного монстра. Мощные магнитные поля пульсара поворачиваются вместе с быстро вращающейся звездой, при этом происходит захват вещества, электронов, протонов, их разгон и выброс на большой скорости, похоже на бушующий солнечный ветер. Не могу представить, что на планете близ пульсара может существовать возможность появления и развития даже простых живых организмов, микробов. В основном потому, что во время импульса вы будете в возбужденном состоянии, а в остальное время абсолютно лишены энергии. Обнаружение планеты пульсаров показывает, как в результате разрушения звезды формируются новые миры. Неважно, где возникает планета, процесс ее рождения полон опасностей. Иногда разрушающие силы настолько мощны, что гибель мира наступает до его рождения. 2007 год. С помощью огромного телескопа обсерватории Джемини астрономы делают удивительное открытие в звездном скоплении Плеяд, примерно в 400 световых лет от Земли. Звезда, известная только по своему номеру в каталоге, HD-23514, окружена газополевым облаком в форме кольца. Возраст звезды в центре этого кольца составляет примерно 100 миллионов лет. Космический младенец по астрономическим понятиям. Наше Солнце старше в 45 раз. Здесь идеальные условия для формирования планет. Но при спектральном анализе обнаружилось нечто странное. Пыль растерта в порошок. Обычно недавно родившаяся звезда окружена молодыми планетами. планеты формируются в протопланетарном газополевом диске и затем отправляются по своему орбитальному пути, не подозревая, что их орбита может быть слишком близка к орбите другой планеты. Миллионы лет назад две исходные планеты на орбите HD-23514 кружились в направлении гибели. При сближении двух мировых приливные силы изогнули обе сферические планеты в яйцеобразную форму. Ничто не вечно. оба мира уничтожены. Вокруг звезды HD-23514 видны только пыль и обломки. 4 миллионов лет назад один похожий апополипс пришел к Земле. Планеты в примерно 同じ орбит как нового Земля. Как планеты HD-23-5.4 Земля и этот Планеты вновь бороться международными другими 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 планетами в процессе становиться на Земле вновь 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 и вновь вновь Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Есть одна новая планета. Планета о существовании, которую мы раньше не знали. Это не просто планета, а новый тип планет. Земля на стероидах. Мне нравится название Суперземля. Они очень похожи на Землю, только их масса примерно в 10 раз превышает земную. Одно семейство Суперземель очень похоже на нашу Землю. Континенты, океаны. Некоторые могут быть очень сухими, как Марс. Но есть еще одно семейство, к которому относятся водные миры, или планеты океаны, полностью покрытые водой. Добро пожаловать на Глиззе 581С. Эту планету обнаружил Мишель Майор. Вместе с двумя другими планетами она обращается вокруг очень маленькой звезды. Она находится всего в 20 световых годах от нас, в созвездии весов, и представляет собой самую маленькую, похожую на Землю планету, найденную вне Солнечной системы. Однако это не значит, что Глиззе 581С маленького размера. Это Суперземля. Ее масса превышает массу нашей родной планеты в 5 раз. Ученых воодушевляет возможность обнаружения воды в жидком состоянии. На планете-океане чувствуешь себя, как в середине Тихого океана. Земли не видно, только вода. А в небе густые белые облака. Ветра в мире океанов будут похожи на земные. Очень подходящее место, чтобы выйти в плавание. Идеальная погода. Каждый день чистое голубое небо, а Солнце держится на одном месте. Как вам нравится такой прогноз? Земли нет нигде. Даже глубоко под водой. Время высоты. Эта пляжа будет очень далеко. На least половина дороги до этого. Но когда мы пройдем глубже в плавание, Продолжение следует... Продолжение следует... ...до состояния, которое называется лёд-7. Он не похож на лёд из холодильника. Лёд в холодильнике состоит из в какой-то степени перемешанных молекул воды. Но при формировании льда под очень высоким давлением молекулы воды организуются, выстраиваются в линию. Могу показать один кристалл, очень хороший аналог льда-7. Это галогенид, обыкновенно именуемый каменной солью. Лёд-7 может существовать и в нашей Солнечной системе. У Европы одного из спутников Юпитера может быть мантией с жидкой воды, окружённой толстой ледяной корой. Давление коры настолько велико, что в глубине этих неизведанных морей может существовать лёд-7. При увеличении и оттаивании Европа может стать водным миром, схожим с Глизе-581С. Можно представить, что в водном мире может зародиться жизнь. Ведь вода — это основной элемент жизни на Земле. Во всех местах на Земле, где есть вода, есть жизнь. На Земле не найти стерильную каплю воды, только если самостоятельно не разогреть её в микроволновке. В этом водном мире могут быть бактерии или любые живые организмы в самом океане. Однако не все суперземли — это водные миры, населённые жизнью. Говоря о суперземле, мы рассматривали два основных семейства. В основном каменистые с небольшим количеством воды и в основном водные с бескрайним океаном. Но к ним следует добавить третье семейство. Вероятно, очень редких суперземель и землеподобных планет, которые называются углеродными планетами. Мы никогда не видели ничего похожего на углеродную планету. В нашей галактике есть бесплодные, скудные и неприспособленные для жизни планеты. Но наука идёт по следу нового типа планет, целого мира сокровищ. В нашей Солнечной системе, в нашем Солнце и во всех близлежащих звёздах кислорода всегда больше, чем углерода. Но представьте себе место во Вселенной, где углерода больше, чем кислорода. Формирование планет может идти по совершенно другому пути. Спектральный анализ показывает, что в 26 годах от нас, ближе к центру галактики, углерод встречается в гораздо больших объёмах. Формирующиеся там планеты могут содержать углерод в изобилии. Утреннее небо в углеродном мире не будет чистым и голубым. Я представляю себе жёлтую дымку и чёрные облака сажа. А при снижении вглубь атмосферы можно представить озёра из таких компонентов, как метан или бензин. Я представляю себе бурлящие, отвратительно воняющие ямы с чёрной вязкой грязью, как нефтяные скважины. В атмосфере нет или почти нет воды, и воздух состоит из углеродистых соединений. Метан, бутан, пентан, бензол — все виды различных углеродистых соединений, отделяемых при очистке бензина. В один день может идти бензоловый дождь, а следующий — бутановый. Возможно, углеродные планеты кажутся чуждыми, но некоторым может показаться знакомым такое качество воздуха. Воздух на планете, богатый бензолом, будет похож на воздух в Лос-Анджелесе. Множество частиц, образующих смог. К сожалению, мы привыкли к этому из-за выхлопов машин. Несмотря на загрязнение, углеродные планеты могут иметь сверкающую поверхность. Возможно, там будут алмазы, так как там достаточно чистого углерода, из которого планета образовалась. А при сжатии чистый углерод образует алмазы. Тайны похожих экзотических планет ждут своего раскрытия по всей галактике. Но астрономы не успокоятся, пока не найдут священной грааль, планету, похожую на нашу, способную поддержать жизнь, другую Землю. Меня всегда спрашивают, думаете, мы найдем другую такую планету, как Земля? Я отвечаю, безусловно. У любой звезды могут быть планеты почти такого размера, как Земля. Мы считаем, что, по сути, у каждой звезды есть несколько планет земной массы или суперземной массы. Поэтому, если в галактике 200 миллиардов звезд, то это может значить, что в ней 400 миллиардов планет вроде Земли или больше. 400 миллиардов планет вроде Земли. Космическая обсерватория Кеплер стала первым аппаратом, способным обнаружить одну из этих планет. Кеплер направлен на созвездие Лебедя в ночное время на 100 тысяч звезд. Он делает снимок за снимком, за снимком, минута за минутой. Цель Кеплера проста. Найти среди 100 тысяч затаенную звезду. Когда звезда немного затенена, это значит, что перед ней проходят планеты и блокируют часть света. Потому, насколько времени затенена звезда и сколько света блокируется, ученые смогут судить о размере планеты и ее расстоянии от звезды. Хорошим примером может служить поиск провала в свете от фонарика, когда через луч пролетает маленький мотылек. Когда проходит планета, провал в свете действительно крошечный. Это очень мощное оборудование. Оно позволяет обнаружить планеты меньше Земли у звезд, похожих на Солнце. Это оборудование изменяет направление, которым идет наука. Мы считаем, что возможно, способны найти обитаемую планету в ближайшие несколько лет. По прогнозам ученых, миссия Кеплер обнаружит минимум 50 чужих планет, похожих на Землю. Вот один из больших вопросов, который стоит перед теми, кто ищет внеземную жизнь. А что, если мы не узнаем жизнь, даже обнаружив ее? Условия на чужой Земле могут привести к другому развитию жизни. Я надеюсь, что мы увидим такой знак, что волосы встанут Дэбом. Каким бы ни был этот знак, он станет первой главой самой великой научной повести. Продолжение следует... Продолжение следует...